Добрый день, друзья! Рад вас снова видеть. Выходим из тени, начинаем жить вопреки обстоятельствам, какие бы они ни были, какие бы мы тяжелыми, они ни воспринимались. Я хочу сегодня поговорить с вами по поводу письма. Да, я думаю, что таких писем за последнюю неделю набралось несколько. Есть разнообразие, но суть заключается в том, что люди приходят в отношения с разными представлениями о том, как должна выглядеть совместная жизнь, с разным темпераментом, в том числе сексуальным, с разными характерами, с разным воспитанием, с разными убеждениями, принципами. И весь этот бэкграунд, с которыми люди приходят в отношения, без сомнения влияет на эти отношения, на всю судьбу совместно. И если люди встретились и во многом творяют, характером, вниманием, подходом, бытовыми какими-то нюансами, то это не значит, что они обязательно могут склеиваться во всем и соответствовать друг другу во всем. Есть какие-то несостыковки, зазубренные, которые не позволяют людям почувствовать себя абсолютно счастливыми. Ну, надо ли это абсолютное счастье? Потому что к любому фону человек со временем привыкает и воспринимается как данность. Поэтому, может быть, даже вот эти вот нюансы зазубренные, они добавляют некую перчинку, клюковку на тортик отношений. В данном случае мы имеем в виду, что люди пришли в семью, и или же они изначально имеют разный сексуальный темперамент, либидо, или же со временем у кого-то из них интерес к сексу как значимой части жизни или снизился, или напрочь утратился под влиянием обстоятельств. И люди начинают предъявлять друг другу небеспочвенные претензии, что, мол, раньше было так, а сейчас стало эдак, или начинают больше обращать внимание на то, что раньше игнорировалось. Например, то, что супруг или супруга больше озабочены наличием секса, нежели другая половинка. Как в этом случае быть? Не думаю, что есть универсальные рецепты на все случаи жизни и на эту. То есть нельзя предположить, что один из супругов, ну, естественно, обладающий большим авторитетом, большей целостремленностью, волей, или же с ним, возьмет и поломает через колено другого и заставит его жить по своим критериям. Да вряд ли. Даже если вам попался супруг безвольный или таковая супруга, рано или поздно это приведет к тому, что человек увидит альтернативу таким отношениям, такому вашему поведению, и что-то в ваших отношениях серьезно пострадает. Не дай бог, когда уже у вас будет семья, детишки, и это все отразится в том числе на их жизни. Поэтому не стоит дожидаться, стоит заниматься своими отношениями и своими, но уже на начальном этапе этих отношений. Поэтому первое и основное условие начало совместной жизни – это способность людей спокойно сидеть и спокойно о чем-то договариваться, причем быть в своих размышлениях открытым. Ну, то есть, один говорит, что мне это не сильно нужно, а другой говорит, как мне это сильно нужно, да, как в этом случае договариваться. И другое, и эта сторона могут быть в этом диалоге неправыми. То есть, тот человек, который говорит о том, что мне сильно нужно, говорит о том, что в системе распределения удовольствия в моих привычках сексуальное удовольствие имеет значимую долю. А тот человек, который говорит, мне это не нужно, говорит, что у меня других забот немерено. вот это, вот это, вот это, дети, семья, кухня, работа, они слишком для меня важны, поэтому на сексе остается слишком мало времени и внимания. Оба правы. Но если вы вознамерились жить долго и счастливо вместе, значит, надо как-то обговаривать правила игры. Вы приходите к работодателю, он говорит, для того, чтобы ты получил свою зарплату, вот такую, устраивает тебе зарплата, да, ты должен сделать то-то, то-то, то-то. Ты же не будешь навязывать своему работодателю какие-то правила игры. Нет, я не буду это делать. Пошел ты, ну будешь мне за это платить зарплату. А здесь предполагается, что мы во что бы то ни стало кому-то что-то обязаны. Нет. Два человека встретились, и они не обязаны, но они могут договориться о взаимных правилах игры. Тот человек, который говорит, моей системе координаты, это не должно занимать место, он должен усомниться в том, что вот сексу не должно уделяться много внимания, и он не может работать над своей сексуальностью. Это тот же подвергается сомнению. Как и то, что в системе координат моих секс занимает одно из доминирующих ролей, и я не хочу здесь что-то менять. Нет. И здесь тоже надо усомниться. И предположить, что вот то место, которое сейчас в моей жизни занимает секс, можно уделить внимание тем же семейным проблемам, там, бытовым, кухонным, рабочим. Если в тебе столько энергии, и ты ее растрачиваешь исключительно и только на секс, значит, наверное, в твоих распределениях ролей и в твоей жизни чего-то, наверное, мало, интересы к другим сферам, работоспособности, уверенности в себе, и ты себя реализуешь только в этой сфере. Восклицательный знак, точка. Я сомневаюсь. Я как раз позволяю себе сомневаться. И советую вам тоже усомниться в этих желебетонных принципах, что только так и должно. И для того, чтобы вы научились друг другу договариваться, садитесь на кухне, садитесь на диване и обменяйтесь своими точками зрения. Для того, чтобы договориться, как мы будем играть впредь. Не надейтесь, что это произойдет раз и навсегда. Вы сели и навсегда договорились об этих правилах. Вряд ли. Вы будете вновь и вновь ошибаться, нарушать эти правила. Но для того, чтобы научиться это делать успешно, вы вновь и вновь должны снова садиться и снова пытаться. Семья – это труд. Труд. Отношение – это труд. Если вы считаете, что он не заслуживает труда, ну, это рассыпется, как песочный замок. Я думаю, что начало этому разговору положено. Вы сумеете поделиться своими мнениями, поспорить со мной, не принять моего мнения, написать об этом. Подписывайтесь на новые рассылки, на мой канал. Буду рад с вами снова встретиться. Поделиться своим мнением, послушать ваше мнение, что очень важно для меня. Поэтому всегда с вами. Ваш доктор Куров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!